Добрый день! Мы продолжаем наш занятие по книге Нехемии. И сегодня мы начинаем шестую главу. Глава, которая, в отличие от пятой, возвращается на свое место. Когда мы говорили, что предыдущая глава как будто бы выпадает из общего течения книги, потому что все время шла речь о возведении крепостных стен вокруг города Иерусалима, вокруг кварталов жилых, вдруг в пятой главе говорилось о рабах, о еврейских рабах, об их освобождении. И вот шестая глава вновь возвращается к тому времени, когда возводилась крепостная стена, и вот она уже не закончена, стройка не закончена, ремонт не закончен, но больше не осталось бреши. Еще остались какие-то моменты, важные моменты. И поставить ворота, потому что пусть стена готова, но еще есть возможность для того, чтобы напасть ночью, и, в общем-то, обороняться невозможно. Держать оборону в таком небольшом количестве евреев, которые же проживали в тот момент в Иерусалиме. И вот, когда за 52 дня евреи во главе с Нехемией все-таки заканчивают ремонт стены и за залатывание тех брешей, которые были сделаны еще каздинцами, или, как их еще называем, более принятое название, вавилонянами, солдатами Навухаднецера, теперь враги еврейского народа во главе с Санвалатом, во главе с Пехой, главой административной единицы Пахвы, в Самарии, они теперь пытаются ударить прямо по самому Нехемии, поскольку они поняли, что здесь появился очень сильный лидер, появился человек, который не боится никого, более того, пришел с документами от верховных властей, от самых высших инстанций, с разрешением на завершение вот этой стройки, и также еще и у него есть охранники, охранники отряд вооруженных персов, которые являются его телохранителями, и не так просто на него напасть, застать его враслог и убить. И рассмотрим эти несколько, шесть попыток убить Нехемию, буквально убить, то, что они пытались сделать. Штай, глава книги Нехемии. «И было, когда дошло до слуха Санвалата и Товьи, и Гешима Арвьи, и остальных врагов наших, что отстроил я стену, и не осталось в ней ни пролома, что не поставил я до той поры дверей в воротах, то послал Санвалат и Гешим сказать мне, «Давай соберемся в Кфирим, в долине Оно». А задумали они причинить мне зло. И послал я посланцев сказать им, «Вспомню я большую работу, выполняю я большую работу и не могу спуститься. Зачем же прекращать работу, когда оставлю я ее и спущусь к вам?» Когда они понимают, что Нехемию не так просто застать врасплох, потому что, как мы видели в пятой главе, они даже спали в одежде, они даже окунались в микву или просто купались в водоеме, держа в одной руке копье, не оставляя оружия, или же тот, кто окунался, обязательно против него оставался на берегу охранник, который не выпускал оружия из рук. Они понимают настрой, решительный настрой Нехемии и понимают, что им его врасплох не застать. И вот что они тогда идут на другую уловку, пытаются пойти на другую уловку. Они приглашают его в Оно. Кфар-Оно, деревня Оно, это место, которое так религиозные историки объясняют, что находится оно в районе города Лода современного, недалеко от Тель-Авива, на полпути между Модиином и Тель-Авивом. Это уже равнины, там уже нет гор. И вот в этом месте они говорят, что у нас есть тайная встреча, устроим с тобой тайную вечерю. И понятно для чего. Там, когда он придет, тайная, значит, будет приглашено минимум людей. Ты должен прийти инкогнито, ты должен не взять с собой охранников, или, может быть, одного-двух, но, в общем, с ними мы легко справимся. Нехемия все понимает, о чем идет речь, но он не начинает увещевать их и отвечать им резко и грубо. Он пока что разговаривает на их языке. То есть они поднимают сейчас планку, и он поднимает планку. Если до этого были какие-то угрозы просто, поклепов, наветов и каких-то кляуз против тех, кто возводит стену, теперь он понимает, что он является целью, и его хотят убить, но пока что они разговаривают намеками и выдают себя за сторонников, за его сторонников. Мы, у нас есть важный разговор с тобой, что как нам вместе решать дела, как дальше вести дела здесь, в этой маленькой стране. И Нехемия отвечает им подобным же образом. Очень уважаю ваши намерения, но очень вас понимаю, однако я занят. Я занят важной работой, и поэтому у меня нет на такие встречи, такие встречи, у меня нет времени. Четвертый стих. «И четыре раза посылали они ко мне с теми же речами, но отвечал я им теми же словами». И вот они понимают, что и это не пройдет. Не пройдет выдавать себя за друзей еврейского народа, за тех, кто желает помочь. Нехемии в этом важном деле об устройстве жизни, духовной жизни, прежде всего, еврейского народа и восстановление, и возврата полной функциональности города Иерусалима. Напомним, кроме важной, с точки зрения мотивации еврейской, кроме того, что мы смотрим на Иерусалим, на нормальный Иерусалим, нормальную жизнь в нем с крепостными стенами, как на место, как духовный центр еврейский, здесь еще были и аллахические вопросы. Две основные аллахи решались завершением возведения и ремонта крепостных стен. Это Котчим Калим, то есть евреи, которые приносят в жертву, когда приносят в жертву, жертвы, так называемые, Котчим Калим, их можно кушать внутри стен Иерусалима. Есть даже мишна в Псохим, в фрактате Псохим, где говорится о том, что еврей шел случайно и унес с собой кусок мяса освященного, который нельзя есть вне стен Иерусалима, что ему делать, до каких пор он должен возвращаться, если он дошел до такого-то места, до Масличной горы, то он должен все-таки еще вернуться в Бейт-Мокед. Это место такое, где горел всегда огонь, и можно было прийти и быстро уничтожить это мясо, которое уже осквернилось из-за того, вот этих кварталов Иерусалима, обнесенных крепостной стеной. Если же нет времени у этого человека, то есть он отдалился настолько далеко, а тут вот скоро Песох, как быть, он должен уничтожить на месте. В общем, есть масса законов, связанных, то есть аллахических законов, которые также находятся в зависимости от существования нормальных крепостных стен. А второй закон — это Майсершейни, то есть есть порядок отделения Трумот и Майсрот, и вот когда отделяется Майсершейни, его также можно есть или купить на него какую-то еду, если человек находится далеко, вне границы Иерусалима, и далеко вообще от Иерусалима, где-нибудь в Галилее, так он может купить на деньги, продать то зерно, на которое он отделил, например, собрал какой-то урожай, и отделяет Майсершейни. Он продает его, покупает, берет деньги, выручает деньги, и на вырученные деньги он приходит в Иерусалим, съедает плоды, и там он покупает плоды, и там их может съесть. Итак, Нехемия занят. Нехемия пока что отвечает им на том же уровне или в том же стиле, в каком они и обращаются к нему, выдавая себя за друзей, но понимая, пусть, четырех попыток. Обычно, как говорят, что три попытки, это уже хазака, то есть это такое правило, которое указывает на что-то, что является постоянным. Человек три года не был, в твое поле залезли какие-то нехорошие соседи, или просто воры, и вот они пашут там три года. Человек приходит, говорит, ну что я, это же мое поле, я же никому его не продавал. Они говорят, ну как мы, ты нам его продал. Да нет. В общем, ни у кого нет документов, никто не может доказать свою правоту. А знаешь, мудрецы в такой ситуации, когда нет явных улик или явных доказательств, говорят, что есть понятие хазака. Слово хазак, какое-то четкое доказательство на основании какого-то умозаключения. Например, если в твоем поле три года работают чужие люди, и ты молчишь, значит, ты, по-видимому, действительно его продал. А теперь, узнав, что у них нет документов, они доказать это не могут, теперь ты пытаешься вернуть обратно себе свое поле. Ну, разумеется, если человек был в коме, или находился в тюрьме, или где-нибудь на войне, за океаном, то, разумеется, то он не мог протестовать, и не мог даже знать о том, что происходит на его поле. Тогда ситуация меняется. Три раза, говорят, нужно действовать, три раза обращаться к человеку, и здесь мы видим, самаритяне попытались даже четырежды это сделать, превысили, не знали наши правила, правила наших мудрецов, которые сформулированы в Талмуде, и поэтому и тратят зря свои силы, время и деньги. Ведь нужно было постоянно посылать каких-то людей, платить им за это деньги, писать письма, составлять письма, заказывать работу от писчиков. В общем, после четырех раз они все-таки отчаиваются и понимают, что таким образом Нехемию не перехитрить. Они прикидываются с друзьями Нехемия, также прикидываются, как будто бы он ничего не понимает. Да, 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 спасибо за участие, спасибо за желание помочь, но как-нибудь в другой раз, когда у меня появится свободное время. И вот пятый раз, теперь они уже меняют тактику. И послал ко мне Санвалад отрока своего с теми же словами в пятый раз. И открытое письмо в руке его. Какая цель преследовалась тем, что письмо было открыто? Если в предыдущие все четыре раза сохранялась тайна и была печать на этом письме, и что даже Шалях, посланник, не мог прочитать, что внутри находится, то теперь он посылает своего человека с открытым письмом, которое позволит этому человеку открыть его и прочитать. Санвалад все-таки не был, наверное, таким же грозным человеком, как и Навухаднецер, властным, противным, имеющим связи, имеющим возможности, умеющим, создать какие-то, построить какие-то козни, но все-таки не Навухаднецера. Почему я сравню с Навухаднецером? Потому что за те 55 лет, когда он правил, сидел на престоле, так сказано в книге Даниэля и в комментаторах в Медрошах, в мире не было веселья вообще. Люди боялись смеяться, люди боялись говорить лишние слова. То есть мир был погружен в полный мрак. Здесь же, наверное, юноша не так опасался последствий, и вот он открывает, видя, что послание просто является каким-то свертком, без печати, и что он может легко его открыть, также обратно свернуть. Он читает этот текст. Это и хочет Санвалад. Или же, скажем по-другому, как говорят другие комментаторы, Санвалад преднамеренно сказал этому юноше распространить слухи, распространить содержание письма. Какую цель он этим преследует? Написано в нем. Ходят слухи в народе, и Гашму говорит, Гашму Арави, это, ну, Арави, Араб, один из арабов, который был также властным человеком, власть имущим человеком здесь, и сейчас мы разберем, почему он его приводит. Что ты меня пугаешь, этим Гашму Арави? Вот есть чем пугать. Говорит, что ты и иудеи замыслили восстать, поэтому ты и строишь стену, а ты у них за царя. И подобные слова, остановимся, на шестой стих мы прочитали сейчас. Санвалад продолжает плести интриги. Санвалад продолжает строить козни. Но ему неподручно и не очень удобно, как говорит, лольфихводо. Это не соответствует его чести, его положению. Чтобы всем стало известно, что именно он является распространителем вот этих вот дешевых слухов антиеврейских, и что он предпринимает действия против евреев. Он говорит, что, смотри, я понимаю, вы, наверное, не очень меня боитесь, потому что понимаете, что я ограничен. Давайте вспомним книгу Эзры, когда они нанимали специальных пищиков, людей, которые подстраивали, перестраивали. В общем, там было стих, послание ситна, вот этот поклёб, был составлен таким образом, что при переводе, а всегда во благо народов, которые порабощены под рукой персов, и было сделано так, что они все имели право посылать на своём языке послание, прошение, жалобы к престолу, и там была целая канцелярия, большое количество переводчиков, которые и могли всё перевести как нужно уже на персидский язык и представить это перед властями, непосредственно императору. Так вот, там была тяжелейшая работа проделана для того, чтобы даже если заговор их будет раскрыт, чтобы они могли каким-то, те, на кого пойдёт обвинение, подозрение, чтобы они могли выкрутиться. То есть, там было такой, смотрите, смотрите те уроки, если кому это интересно, там был текст таким образом сделан, как будто бы, знаете, казнить нельзя помиловать, известный пример, зависит от того, где ты ставишь запятую, так и можно толковать это содержание этого послания. Так вот, он, Валат, сейчас говорит, что это не в моём стиле, это не является моим почётом, не соответствует моему положению, и вы, я думаю, что вы понимаете, что я не стану делать много вот таких вот посланий и дешёвых угроз. Но если вы не боитесь меня, то вот Арави, этого, Гешем Арави, этого араба вельможного, вы должны опасаться, потому что он как раз не обременён никакой официальной властью, официальным положением, и вот он таки может донести на вас и рассказать, и не побоится запятнать свой почёт, своё положение, поэтому опасайтесь его. А дальше седьмой стих, он ещё пускает в ход ещё один шантаж, ещё одну угрозу, и пророков поставил ты, чтобы возглавили, возглашали о тебе в Иерусалиме, говоря, царь в Иудее. О каких пророках идёт речь? Сейчас мы увидим дальше, что следующим трюком, следующим шагом после этой неудавшейся попытки, следующим поднятием уровня конфронтации с евреями будет предпринято наём лжепророков, и лжепророка, и лжепророчицы, причём еврейских, не арабских, не самаритянских, никаких других, а именно из нашей среды, к сожалению. Можно сказать, что вот, зная о своих намерениях и о своих планах, которые задумал, замыслил Сан-Валат, он уже наперёд, зная наперёд, что будет на следующем этапе, он сейчас пугает и говорит, смотри, ты, я слышал, ты пророков даже к пророкам обращаешься. Но это не совсем подойдёт, такое объяснение, потому что пророки эти также не смогут убедить Нахемию в неправильных поступках, не смогут подтолкнуть его на неправильный путь, и он сможет обойти их. Так, о чём же речь? Комендаторы здесь говорят такую вещь, очень красиво они находят объяснение. Давайте вспомним, сделаем небольшое повторение, три последних пророка народа Израиля были во время второго храма. Пророчества их были настоящими, то есть они соответствуют не руха-кодыш пророческому духу, который был у многих других достойных евреев, но пророками они из-за этого не считались, например, как Даниэль. Был настоящий пророческий дар, но получили они его ещё в эпоху первого храма, как мы об этом говорили в книге, также в книге Эзры. Это были три последних еврейских пророка. Захария, Хагай, Захария и Малахи, Малахи, он же Эзра, по мнению, к которому склоняются большинство мудрецов Талмуда. И Захария пророчествует в одной из своих глав, в одном из своих пророчеств, в четвёртой главе он говорит вещь, которая как раз и имеет отношение к Зрубавелю. Зрубавель, который пришёл вначале в Святую Землю, и потом, как мы сказали, опять начали мы с того пояснения, наши уроки по книге Нехемии, с того выяснения, кто же был Нехемия, действительно, был ли это отдельный Нехемия, Нехемия, по имени Нехемия, или же это был Зрубавель, который потом получил новое имя Нехемия, утешенный Всевышним, потому что он пришёл с разрешением, вернулся с разрешением в Иерусалим от властей персидских на возведение крепостных стен вокруг Иерусалима. И вот есть красивые стихи о том, как пророк Захария, будучи ещё в тот период, когда не было разрешения на возведение крепостных стен, он говорит евреям, начинайте, начинайте подготовку, начинайте строить, разрешение придёт, я вам обещаю. Четвёртая глава книги Захарии, пророка Захарии. «И возвратился ангел, говорящий со мной, пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна. И сказал он мне, что ты видишь? И сказал я, вот светильник весь из золота, и головка, чашечка наверху его, и семь лампад на нём, и по семь трубочек у лампад, что наверху его, и две маслины над ним, одна справа, а другая слева от неё. И отвечал ангел, говори со мной так, что это господин мой? И отвечал ангел, говоривший со мной, сказал мне, разве ты не знаешь, что они эти явления означают? И сказал я, нет, господин мой, отвечал, он сказал мне, это слово Господне, сказанное Зрубавелю, не могуществом и не силой, только духом моим, сказал Господь Свокот, кто ты, гора великая пред Зрубавелем, равниной станешь и вынесешь и вынесет он главный камень при восклицаниях. Прекрасен, прекрасен он и было, когда слово Господне сказано, руки Зрубавеля основали дом этот. Смотрите, руки Зрубавеля, который пришел в святую землю, принес 5400 золотых и серебряных сосудов из храма, из утвари храма первого, начал строительство, смогли возвести и запустить в действие жертвоприношение, процесс жертвоприношения, построили жертвенник, но не смогли завершить всю стройку она благодаря наветам самаритяна, амалекитян, как мы разбирали там, главный пищик был, сын Амана. Стройка заморожена на 18 лет, но, говорит пророк, руки Зрубавеля основали дом этот и руки его завершат, что мы подразумеваем под завершением не только возведение самого храма, но и возведение крепостных стен. Арамбам в одном месте в своих Аллахот, Аллахот Бейтабхира, в самом начале, в первой главе, он приводит, говорит об возведении храма, но мы можем сказать, что возведение храма, это только возведение самого здания с крепостной стеной вокруг храмовой горы, вокруг Азара, но может быть возведение храма не включает в себя и возведение крепостных стен, и Рамбам там приводят стихи из книги Нехемии, как раз из нашей главы, где и говорится о возведении крепостных стен. То есть для Рамбама было понятный пошут, очевидно, что возведение храма или окончательное введение его в действие, полное его функционирование включает в себя и возведение крепостных стен. И вот, это кстати этот стих один из источников, на основании которого наши мудрецы или те мудрецы, которые утверждают, что Зрубавеля он же Нехемия, основываются вот на эти, приводят отсюда свои доказательства. И седьмой стих мы прочитали. Давай же нынче посоветуемся вместе. и послал и сказать ему не было того, о чем говоришь ты, а выдумал ты это все в сердце своем. О чем говоришь ты, выдумал все это в сердце своем, потому что запугивал нас все время, ослабеет руки их от работы и не будут они, она выполнена. А нынче подожди, поддержи ты меня. В главе Корах говорят комментаторы, да танвай вирам. Та вот сладкая парочка, которая постоянно выступала против Моше, постоянно делала проблемы, в свое время донесла фараону о том, что Моше убил, заступаясь за еврея, убил египетского надсмотрщика, и Моше пришлось убегать, и оттуда начинается избавление, приближение, избавление, когда Моше 60 лет пасет овец у своего тестя Ятро, и там ему открывается Всевышний и отсылает его обратно в Египет. Закончилось это для этой пары негодяев катастрофой, смертью, земля проглотила их вместе с всей общиной Кораха, но что самое интересное, Сфат Эмет, Ребе Мегур, объясняет в своем комментарии на хумаж, обращает наше внимание на один момент, он говорит, посмотрите, в чем они обвиняют Моше, Китис Тарер, ты захватил над нами власть, то есть тот человек, который наиболее скромный, который ведет себя, наиболее отдаляется от власти и старается только выполнять волю Всевышнего именно в том месте, где, то место, или та область в его жизни, которая является наиболее сильной, наиболее самым большим его достоинством, именно там нечестивцы умеют ударить, умеют специально исхитриться, обмануть и подставить факты так, подтасовать факты так, чтобы вот именно здесь показать, что где наиболее сильное место и достойное место человека, сказать, что обвинить его именно в этом. И посмотрите, здесь Нехемия, который не обращается к пророкам, который отказывается от помощи пророков, они говорят, смотри, ты нанимал пророков специально, то есть вот это вот мы знаем, эти пророчества Захарии, которые были сказаны лет на шестом году, а мы где находимся, на двадцать втором, в общем, сказаны больше десяти лет назад. Ты специально основываешься на эти пророчества или может быть даже заказал эти пророчества Захарии в свое время, потому что все это является частью твоей подготовки для того, чтобы захватить власть в Иерусалиме, укрепиться здесь, отстроить крепостные стены и потом поднять бунт против царя Артахшасты, Дарьявыша Второго и в общем знакомы с подобными обвинениями, с подобной работой. Стих девятый. Потому что, запугивая нас, говоря, ослабеют руки их от работы и не будет она выполнена. А нынче поддержит и меня. И пришел я в дом Шмани, Шмай, Шмайя, Сын Длая, Бен, Мейтевейла, который заперся в доме. Здесь используется слово, приводится слово Асур. Асур, как известно, Бейтасурим, это место, где находятся люди арестованы. Но здесь Асур закрыт или можно перевести в я не поставил закладку в книге Шмуэля. Может, удастся быстро найти книга Шмуэля, первая часть ее, двадцать первая глава. Вот. Здесь рассказывается о бегстве Давида от преследования царя Шауля и его охранки. И вот он приходит куда? Он приходит в Нов, город Куаним. И там, когда первосвященник Элемелех отдает ему пять хлебов, которые были положены Элехем Паним, которые были положены Куаним, дает ему меч Голиафа, Голиата, который когда-то сам Давид туда отнес, наверное, для напоминания о чуде людям, которые будут приходить в это место. Там странное было положение, не было Ковчега Завета, но Мишкан весь вот в том виде, как будто бы, как он был в пустыне, он был сооружен в этом городе. И представлял из себя тоже духовный центр некий, и там люди находились. Так вот, там упоминается человек, еще один негодяй, которого звали Дойга Адуми, Адуми. И Дойга Адуми этот был сторонник, был главой раввинского суда у царя Шауля, второго по важности в народе Израиля, после центрального Сангедрина. Был одним из величайших мудрецов Торы, но был человеком испорченным, который использовал Тору не для того, чтобы приносить ей пользу для народа Израиля и служить Всевышнему, а для того, чтобы увеличивать свое важное положение, заботился только о своем почете, и когда он присутствует там, он видит все, что происходит с Давидом и доносит царю Шаулю о том, что якобы вот Коины здесь поддерживают Давида в его бунте против тебя. Так вот, о нем вначале сказано, что он Ассур, Ассур, используется слово Ассур, сейчас я открыл это место, только остается найти. В 8 стих, кто хочет посмотреть, еще раз, Шмуэль Алиф, первая часть книги Шмуэля, 21 глава, 8 стих, То есть, здесь немножко неэцар, а не неэсар, но о чем идет речь? Человек, который мидбодед. Есть такое сегодня понятие, на самом деле, это не понятие, которое выдумали брестовские хасиды, уйти куда-то в лес или подняться на крышу и ночью поговорить наедине, как можно ближе к Всевышнему, подняться и поговорить с Творцом на, так сказать, один на один, почувствовать его воле, когда ничто не мешает, никто не мешает. Вот, люди эти до своего келькура, до своей порчи, они также приходили перед Всевышним, представали, и также можно объяснить и вот это вот состояние, в котором якобы находится сейчас пророк, давайте еще раз вспомним имя этого Шмая, Шмая, пророк Шмая, который заперся, правильно перевели, но смысл не просто заперся, какая причина того, что он заперся, кого-то боится, за ним кто-то охотится, нет, он находится в состоянии близости к Всевышнему, в каком-то состоянии медитации, не знаю, если правильно это понятие здесь приводить, и и сказал он мне, Нахемия приходит к нему, по-видимому, тогда еще Нахемия не знал, что этот, не по-видимому, а точно, он не знал, что этот человек является лже-пророком, и когда он призывает его, очевидно, что человек был непростой, и может быть, даже удостоился каких-то пророческих откровений, потому что люди полагались на него, для этого должны быть какие-то основания, и вот, когда он приходит, то, что он слышит, говорит Шмая, давай встретимся в доме Божьем в храме, внутри храма, и запрем двери храма, потому что тебя собираются убить, и ночью придут они, чтобы убить тебя, но сказал я, разве может бежать такой человек, как я, и разве такой, как я, войдет в храм и будет потом жить, не войду я. Не получается убить Нехемию, заманить его в засаду, пригласив его на личную встречу, не получается личную встречу с самаритянами и всякими арабами, мавитянами, амонитянами, не получается запугать его какими-то угрозами, остановить его угрозами, теперь они пытаются ударить изнутри, пытаются нанять человека, нанимают лже-пророка, который хочет его заманить в западню, где его также убьют. Теперь, возможно, что это не была попытка убийства Нехемии, а попытка его дискриминации, дискредитации. вот сейчас, если мы войдем в храм, в храм заходить нельзя, на храмовую гору подниматься нельзя, просто так, в храме всегда закрывались ночью вечером, двери вечером, и простой человек такой, как Нехемия, который является, если мы говорим, что он Зрубавель, то есть потомок последних царей иудейских, значит, он из колена Иуды, вот, Давида, Ишломо, и такому человеку в храм заходить дальше Азара нельзя, здесь имеется в виду сам храм, непосредственно его центральные помещения, Гайхаль. Мы знаем, что был прецедент до этого, который описан в книге царей, когда Атальяне Честивая, дочка царя Ахава и Изевель, царица Финикийской, дочери царя Финикийского, она была замужем за, пусть она была отпрыском царей и самаритянских, то есть, простите, не самаритянских, а северного царства, в то время уже было разделение на два государства, Иудея с Бенемином и Десять колен вместе в Северном царстве, но они вот переженились и это Аталья, узнав, что сын ее, праведный царь, умер, предпринимает попытку переворота, ей это удается на какое-то время, на несколько, на шесть лет, и она отравливает всех, отравляет всех отпрысков дома Давида, остается только один маленький Йоаш, только потому, что он питался еще от кормилицы, то есть, питался молоком материнским, а не с общей кухней, поэтому отравить его не удалось, да, но остается другая проблема, где его спрятать, где его хранить, и первосвященник Йояда, он находит решение, он принимает решение очень отчаянное и очень смелое, он отправляет его в храм, в храм, не в святая святых, а на верху, то есть, стены были полые, там были стены, стены были около трактат Мидот, стены были семь локтей, то есть, несколько метров, три с половиной метра, и внутри они были полые, внутри были винтовые лестницы, и по ним можно было подняться на, скажем так, чердак, это Алия, то есть, внутри внешнее здание было очень высокое, а внутри сама святая святых и помещение перед ним было гораздо ниже, то есть, была какая-то площадь, если мы возьмем вот эту книгу, надеюсь, она не будет отсвечивать, все голубые, книги голубого и синего цвета, то есть, вот это вот центральное помещение, если вид прямо, а это вот еще Хейхаль, то есть, там было огромное помещение, говорят, что там хранились Аронакойдыш, который был сделан еще Моше, Шломо сделал Новаронакойдыш, где-то также Шломо Ганаз спрятал, возможно, там же на чердаке, вот это я точно не знаю, и Мизбех Торет, маленький жертвенник для воскурений, он сделал также другой, более крупный Мизбех, Менура, осталось Моше и стол золотой стол для Лехен Панин, также остался от Моше, правда, Шломо добавил еще по 10 и Менурот и 10 столов, так вот, вот в том месте наверху, куда приходили, поднимались раз в 7 лет и комментаторы в трактате Медот, там я это видел, утверждают, что то место было еще, обладало еще большей святостью даже, чем Святая Святых, потому что Святая Святых заходили раз в год, Коин, первосвященник, заходил раз в год с воскурением, чтобы возложить лопатку между Бадим, между шестами, которые выступали, которые были закреплены из боков Ковчега Завета, и там был камень Эвен Чтия, краеугольный камень, на который Коин возлагал эту лопатку с Махта, с воскурениями, с углями. в Святая Святых, там на Аль-Ба-Аль-Я туда поднимались раз в семь лет, только для того, чтобы проверить, насколько, если не пошли какие-то трещины в в крыше, в этом своде Гейхаля. И там держали этого Йоаша, последнего из потомков царя Давида и царя Шломо, то есть тот человек, от которого, по которому сохраняется царская линия и сохраняется линия Машеха, и вот к ним же, к этой же линии имеет отношение и Нехемия, и там держали его шесть лет, пока он не вырос, и Бен-Йо-Яада посчитал, что можно его уже воцарить на престол, тогда он собрал верных людей и поднял бунт против Аталии, Аталия была уничтожена, и так вернулось царство Давида на место, династия царя Давида вернулась на место, но Нехемия, Нехемия понимает, что с ним такое чудо, скорее всего, не произойдет, и он говорит, я понимаю, что ты сейчас, он обличает этого лжепророка, он говорит, что если ты мне советуешь идти туда, то есть таким образом ты просто хочешь меня, как говорят на современном языке, подставить, ты хочешь меня дискредитировать в глазах моих же евреев, те, которые на моей стороне, а не на твоей стороне, и я этого, разумеется, не сделаю, потому что сделать это, это пойти на самоубийство, осквернить собой, своим присутствием, осквернить святые места в храме, я не имею права, и, разумеется, и этот трюк не проходит со стороны врагов народа Израиля. «Но сказал я, разве может бежать такой человек, как я? Не войду я. И понял я, что не Бог послал его, ибо то, что предрекал он мне, наняли его Тувья и Санвалад. Нанят он был для того, чтобы я испугался и поступил так и согрешил бы, и было бы им это для дурной молвы, чтобы опозорить меня». То есть засаду они там не могли сделать, места эти охранялись. Там был Бейт Мокед, было место, где постоянно горелась вода, постоянно горели дрова, место, где коины и левиты могли согреться, то есть там были целые межмород, смены. Но если я туда приду, то это также будет воспринято нехорошо моим же народом. Нанят он был для... 13 стих. «Нанят он был для того, чтобы я испугался и поступил так и согрешил бы, и было бы это для меня дурной». Это для дурной молвы, чтобы опозорить меня. «Вспомни же мне Бог, Боже мой, то висан вала, ту дела их». И «ноадье пророчице» вот еще и женщина, уже разговор, наверное, он к ней не ходил в дом, чтобы не было проблем с Ехудой, может быть, она к нему приходила или посылала какие-то послания через своих таких же продажных слуг. все это идет речь о евреях, двух уже пророках еврейских, но «ноадье пророчице» и остальным пророкам, что пугали меня. И закончена была стена 25-го илуля за 52 дня. Скажете мне, так мы уже вроде бы как закончили. Нет, закончили, там мы говорили, что она, как там было сказано, «ве альта арука», то есть по всему периметру уже не было ни одной бреши, не было ни одной, ни одного провала, ни одной дыры. Но, по-видимому, еще были какие-то, если не косметические совсем действия, но нужно было еще догнать какие-то ряды, выровнять общую линию, сделать бойницы, сделать, подготовить арки для того, чтобы установить в них двери. И вот теперь это все закончено за 52 дня. «И было, когда услышали об этом наши враги и увидели все народы, которые вокруг нас, то посрамлены они были сильно в собственных глазах и узнали, что от Бога нашего исполнение этой работы. Но и в те дни знатные люди иудеи писали много писем, которые шли к Товии. не начальству в Персию, а доносили на него, на Нахемию, разные евреи и негодяи доносили Товии и Санвалату о всем том, что происходит вокруг его, в окружении Нахемии. По-видимому, были какие-то заседания кабинета, и на них он не мог не позвать некоторых людей, о которых он знал, о которых он знал, что это враги, что они на стороне самалитян, а не на стороне его, не на стороне Всевышнего. Потому что, почему? Потому что многие в Иудее связаны были с ним клятвой, так как был он зятем Шханьи бен Араха, а сын, то есть, а сын его, Йоханан, взял в жены дочь Мишулама, сына Брехи, то есть он дважды, сам этот человек был зятем еврея, и его сын был зятем другого еврея. И вот эти евреи были связаны с ним клятвой, связаны родственными узами и, по-видимому, общим бизнесом, общей попыткой порабощения евреев, что объясняет и, может быть, дает оправдание. Вот здесь мы сейчас видим какой-то момент, который может оправдать, если мы так думали, ну, какие евреи-негодяи все-таки были, достойные, вроде бы, недостойные, религиозные евреи, настоящие, которые при этом нарушают законы Торы. Вот отсюда мы видим, что, может быть, это вот такие евреи были, которые евреи только постольку-поскольку называются, а на самом деле работают против Всевышнего, против своего народа, только ради своего кармана, ради своего блага и ради своих семейных кланов с другими неевреями. И о добродетелях его говорили мне, а мои слова передавали ему и посылали письма Туви, чтобы испугать меня. То есть, как только я говорил что-то плохое в сторону Туви и в сторону Сан-Валата, тут же шли письма и ему все доносилось до всех мелочей. Когда же они разговаривали со мной о своих родственниках, о своих начальниках, они пытались каждый раз пролить на них какой-то хороший свет, рассказать о каких-то хороших их намерениях, то есть, только хвалили и приукрашивали все, что связано с этими негодяями. Чтобы испугать меня, есть, я вспоминаю, в наше время подошло к концу, но мне вспоминается красивый друж, красивое пояснение стиха, есть ты, наверняка вы знаете, а, нужны пророки, это в этом же своде писаний, только гораздо раньше, чем книга Лехеми, Эзра и Даниэля, в Тейлим, Куфьюдзайн, 117-й псалом, он состоит из двух стихов всего, давайте я прочитаю, сначала на еврейте, Галилу эт Ашем коль гуим, часть Галиля, Галилу эт Ашем коль гуим, шабеху коль гаумим, кигавар алейну хаздой вееме сашем и леолам леолам халилука хвалите Господа все народы, славьте его, все племена, потому что велика мудрость его к нам и верность Господня навек халилуя знаменитый великий раввин, великий мудрец, Торр, который приехал в Израиль из Великобритании для того, что британские империи еще тогда в начале 20 века для того, чтобы отбыл на пенсию в святую землю, но его вызвал Хазуныши, сказал, нам такие люди нужны везде, и не только в Англии, но и здесь, ты что, думаешь, если у нас в этом мире отдых, на том свете в будущем отдохнешь, а теперь иди открывай Ешиву, и так была открыта Ешива, которую я называл, я, по-моему, несколько раз рассказал на протяжении своих уроков, просто настолько красивая история, открыл в Зихрон Яаков, Зихрон Яков, а потом эта Ешива переехала в Кфар Хасидим, по сегодняшнему днему существует, недавно умер Роши Ешива до Йофе, так вот, говорит Рав Эли Лапьян, Рав Эли Лапьян, такой шаг, он задает вопрос, значит так, если, он смотрит в конец, на второй стих, потому что велика мудрость, милость его к нам и верность Господня навек, если милость и верность Господня навек с нами, то почему вначале написано хвалите Гоим, хвалите народы, народы мира, славьте его, Всевышнего, мы должны славить, евреи, им-то какое дело, объясняет Рав Эли Лапьян, что мы-то понятно должны славить, когда мы видим, что какая-то рука Всевышнего избавляет нас с какой-то ситуацией, тяжелой ситуацией, которая нависла над нами, над нашим народом и над частью его, но евреи тем более должны славить, почему? Потому что мы-то узнаем о проблемах и о тех страшных вещах, которые задумывались над нами, против нас, только после того, когда их попытались реализовать, а потом попутно пришло, евреи вернулись, евреи раскаялись, Хазрубичува, и таким образом проблемы были решены. Но много, мы даже не представляем себе, сколько неевреи задумывают зла, сколько неевреи пытаются устроить какие-то козни для того, чтобы навредить нам или уничтожить наш еврейский народ. И мы об этом даже не знаем, мы живем, вот спокойный год прошел без антисемитских выходок, там-то в Европе вроде бы понижение идет, сейчас как раз повышение, да, но я к примеру говорю, а на самом деле мы даже не представляем себе, сколько Всевышний еще в самом, когда только еще корешок, когда еще не проклюнулся росток, он все эти задумки, сколько этих задумок он уничтожает на корню. Но если мы об этом не знаем, то вот те, кто это задумывает, кто это задумывает, они точно знают. И вот они-то точно должны хвалить Всевышнего, потому что, ох, мы, они все знают, все, что планировали, все, что хотели, все то зло, которое хотели сделать, и видели, как все это у них не получается, как Всевышний, многие вещи на корню убивает. спасибо за внимание, до свидания, до встречи через неделю, всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,